Приветствую вас! Вообще, конечно, не лишнее будет, на мой взгляд, выяснить почему от вашей мамы никакой пользы нет супруги. Вот. То есть, ну вот она заболела, да, в общем и целом, супруга, я имею ввиду, то есть это достаточно уважительный повод, не может встать, а тут как бы, в общем, помощи детям никакой, при том, что дети, в общем-то, это внуки, как бы свекрови, да, то есть, вообще, вашей мамы. Вот. И эта позиция, она, конечно, не совсем лишна. То есть, вашей маме настолько плевать на внуков, что она позволяет своим каким-то личным амбициям, она позволяет своим каким-то личным чувствам влиять на детей. Согласитесь, это несколько странная позиция вашей мамы, если она, конечно, любит ваших внуков. Вот. Если она не может помочь, это другой момент, в этот момент. Но, тут как бы, я, конечно, не знаю, но пока ситуация выглядит именно так. Что делать вам? Во-первых, нужно сразу понять, что если мама не хочет помогать вашей жене, вот, то заставить её не нужно. Нужно максимально отдалить вашу маму и супругу. Вот. Именно отдалить. То есть, чтобы вы правильно поняли, отдалить, я имею ввиду, максимально снизить контакт между ними. Вот. Лучше, если ваша мама вообще не будет находиться рядом с супругой, да? То есть, если вы будете жить отдельно. Вот. Это самый хороший расклад был бы. Вот. И, значит, самостоятельно в этой ситуации разобраться. То есть, либо вам попросить там отпуск на работе, либо людей кого-то попросить. Либо, соответственно, нанять сиделку, губернатку, нянечку на этот вот период, что ваша жена болеет. Вот. На мой взгляд, это вот то, что вы реально можете сделать. Это то, что вы, то, что в ваших силах. Если говорить о том, чью сторону занимаешься, то здесь однозначно сторона жены, потому что, как бы, ну, если это ваша любимая женщина, то её нужно защищать. Это во-первых. А во-вторых, женщине, даже если она очень сильно вас любит, может надоесть то, что вы не поддерживаете, например, её и занимаете позицию вашей мамы. И она может уйти, вы можете её потерять. Ну, а ваша мама, естественно, никуда не денется. И она, как была вашей мамой, да, она так, в принципе, вашей мамой и останется. Вот. Так что, вот здесь, конечно, такой вот момент, он достаточно важен. Именно вот, для вас. Если вы хотите действительно проблему решить, чтобы она была решена именно полюбовно и с максимальными выгодами и с минимальным вредом. Потому что, ну, понятно, что вред уже есть, это понятно, безусловно, да, но, тем не менее. Вот. Ну и, на мой взгляд, вы неполную картину нам предоставили, потому что, ну, не бывает таких конфликтов на ровном месте, да. То есть, если бы нам и у вашей жены всё было хорошо, ну, всё было бы хорошо. Вообще, ну, просто всё было бы хорошо. Вот. Если бы. Ну, я полагаю, таких проблем бы не было. Вот. А раз проблемы есть, значит, конфликты произошли, были ещё раньше. Вот. Ну, не знаю, может быть, вы их просто не замечали, эти конфликты. Может быть, они вам, может быть, вы предпочитали их не замечать. Кто знает. Вот. Но, тем не менее. То есть, копать нужно дальше, дальше и глубже. Вот. Я бы сказал, нужно брать более ранний эпизод. Вот. В отношениях между свекровью и мамой. Вот. Ну, и если вы живёте вместе, да, то есть, если свекровь и мать живут вместе, то, соответственно, здесь элемент соперничества, элемент того, что, значит, хозяевами, хозяйками, точнее, кухни. Вот. Это как раз ваш случай, как раз ваша история и, соответственно, ничего здесь не поделать. То есть, либо вы дистанцируете маму, либо дистанцируете сами. В зависимости от того, что для вас лучше, в зависимости от того, что для вас, ну, более, ну, более выгодно по ресурсам. То есть, что вы можете сделать. Вот. На мой взгляд, вот именно так и можно вам ответить на ваш вопрос. Надо сказать же, что сам по себе ваш вопрос, да, он достаточно тревожный для меня. По крайней мере. И вот почему. Вот почему тревожный. Дело в том, дело в том, что вопрос говорит о вашей неуверенности в себе. То есть, если бы вы были уверены в себе человеком, ну, мужчиной, то, ну, наверняка вашим вопросом это не... Вопрос, что бы делать, не стоял. То есть, да, может быть, стоял бы какой-то другой вопрос, там, например, вот у меня, там, мама и жена, там, не ладят, да, вот такая ситуация, вот такая история. Вот, вот так вот сложилась наша жизнь, да, что я там стараюсь как-то вот, да, там, как-то их примирить, но не получается, да. Вот, например, если бы вы так сказали, то это было бы одно. Ну, это было бы, была бы, была бы чисто такая несовместимость вашей жены и вашей мамы, вот. Тоже проблема, тоже отчасти и ваша проблема, да, тоже. Но это всё-таки не такая проблема, потому что, ну, всякое бывает, да, то есть, в жизни бывают ситуации, например, когда вы, там, грубо говоря, всё понимаете, да, знаете, что, там, что, ну, не лучший вариант мамы жить с вашей женой, да, вот. Ну, вот так случилось, что она уже, там, например, не может самостоятельно себя обеспечивать или квартиру потеряла или что-то ещё, вот. И вам пришлось её взять, ну, понятно. Хотя тут тоже есть варианты, но, опять же, не все варианты, как бы, сразу реализуются, да, то есть, не все варианты можно сразу сделать. Тем более, в вопросах с квартирой, да, вот. Поэтому, я думаю, что ваша проблема именно в неуверенности в себе всё-таки. И неуверенность в себе связана с тем, что ваша мама достаточно властный человек в купе с мягким отцом или отсутствующим. То есть, папа у вас либо отстранён был, либо очень мягок, либо вообще не было, вот. Ну, и если так, если так, то вот над этим, над этими аспектами вам, именно вам, и нужно работать самому. Ну, не с женой, не с мамой, да, которые являются, в принципе, ну, тоже отдельными личностями, да, и, в общем-то, у них свои проблемы и сложности. Вот. Именно вам, именно над собой, чтобы то, что происходило бы вокруг вас, то, что случалось бы вокруг вас, чтобы это было адекватно вам. Надо бы это не выходило из-под контроля. Ну, такого вот, как у вас, из-под контроля. Вот, я думаю, то, что можно вам ответить. Это вот то, как мне видится ваша история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.